Дорогие друзья, уважаемые коллеги, я очень рад вас здесь всех видеть. Действительно, программа конференции очень интересная, и мне прямо заинтриговали те выступления, которые предполагаются на ней. Потому что, конечно, послушать о том, что эксперты в области считают основным, что произошло за год, это, конечно, очень важно. И мне кажется, очень хорошо, что это было все по времени, очень сделано компактно в течение 15 минут. Это, в принципе, вполне достаточно, надо для того, чтобы озвучить какие-то основные моменты. Организаторы попросили провести до моего выступления и после выступления своеобразное голосование. Я не совсем понял, предполагались ли там правильные ответы или неправильные, но мои вопросы не предполагают правильного или неправильного ответа. Мне хотелось бы просто узнать мнение аудитории о том, что же, по вашему мнению, является наиболее важным за последние годы, и что будет определять развитие лечения, тактики лечения, подходов в лечении больных с активирующими мутациями, минимум, как ледочным раком легкого на 2019-2020 годы. Вот, Татьяна Ивановна, мы каким образом голосуем? Здесь будет электронное голосование или мы будем руки поднимать? Тогда голосование. А вы сдавали презентацию? Да, хорошо. Да, вовремя. Но давайте мы поднимем руки тогда. Кто считает, что новые препараты... У меня нету. У меня нету. Так, значит, предполагается, что дополнительные новые препараты к уже известным мишеням и выявление новых мишеней приблизительно одинаково, по мнению аудитории, будет влиять на развитие и развитие в лечении пациентов с наличием активирующих мутаций. Ну и, в общем, с этим сложно поспорить, за тем лишь исключением, что, к сожалению, новых мутаций, новых изменений, которые имели бы активирующую природу, за последнее время, к сожалению, выявлено было не так уж и много. И поэтому ожидать, что в ближайшее время мы увидим шквал из каких-то новых мутаций крайне сложно. Но при всем при этом, безусловно, конечно, новые препараты, которые будут воздействовать на те мутации, которые мы пока не можем блокировать, они, без всякого сомнения, появляться будут. И здесь я организовал свое выступление по принципу того, что мы уже знаем, и того, что было новое, показано в этом году. И, конечно, в этом смысле три наиболее частых активирующих нарушения, которые выявляются при немелкоклеточном раке легкого, IGFR, ALK, ROS1, они, конечно, лидируют в этой области по появлению новинок. Долгожданное исследование, новый препарат, ингибитор, относительно новый для IGFR, ингибитор третьего поколения, который обладает принципиально отличным механизмом действия и предполагается, что он блокирует основной механизм резистентности к ингибиторам первого-второго поколения, T790M, уже на ранних этапах. То есть эти мутации просто не появляются на фоне асимертениба. Давно мы знаем о том, что этот препарат оказывается лучше при использовании в первой линии, при сравнении его с ингибиторами первого-второго поколения, гифетенибом, эрлотенибом, и это, собственно, показано какое-то время назад. Но все ждали, будет ли то преимущество, которое достигается от использования асимертениба в первой линии, транслироваться в увеличение общей выживаемости. И на самом деле довольно долго происходило обсуждение того, какое увеличение общей выживаемости исследователи будут считать достаточным для того, чтобы использовать этот ингибитор третьего поколения в первой линии лечения и фактически не иметь возможности перехода при прогрессировании на асимертениб на какой-то другой препарат, которого на настоящий момент нет, такой ингибитор еще пока не зарегистрирован. При этом, если мы используем в первой линии первое-второе поколение, то мы можем при прогрессировании у 60%, при появлении Т790М, получить еще выигрыш и продолжить таргетную терапию, отложить проведение химиотерапии, которой пациенты очень сильно опасаются, еще на среднем 9-10 месяцев, что в принципе очень хорошо. И вот в этом году были представлены результаты исследования Флаура, долгожданного исследования. Вполне ожидаемо оказалось, что использование асимертениба в первой линии приводит к увеличению общей выживаемости. Но те цифры, которые были представлены в рамках этого исследования, они в общем, с моей точки зрения, оставляют открытым вопрос о том, можем ли мы использовать последовательность лечения, имея эти данные. Да, наверное, вопрос о переходе на ингибиторы третьего поколения во второй линии, он остается открытым. Хотя, вне всяких сомнений, да, интересное наблюдение то, что этот асимертениб оказался существенно лучше у пациентов не азиатского происхождения и не показал таких преимуществ у больных азиатского происхождения. И на самом деле, по-видимому, это никаким образом не связано с биологией заболевания, не связано с метаболизмом этого препарата, а скорее всего, связано в большей степени с долей пациентов, которые принимали участие в исследовании, их было относительно немного. И с тем, что с особенностями кроссовера для больных, которые принимали участие в исследовании в азиатской группе. При этом, вне всякого сомнения, если вы адекватно используете ингибиторы третьего поколения, если вы продолжаете лечение пациентов после прогрессирования, если вы используете локальные методы воздействия на фоне терапии этим препаратом при олигопрогрессировании. Я, например, слышал, это не зарегистрированный подход, но от экспертов этой области о том, что мы можем при прогрессировании, индолентном прогрессировании на фоне асимертениба добавлять, например, биоцезума и продолжать комбинировать. Это не зарегистрированный подход, но в принципе это возможно для больных, для того, чтобы еще на какое-то время предоставить им каникулу цитостатической терапии. Возможно дополнение терапии с асимертенибом моно-вариантными лечениями, например, пиметрикседом. И это также увеличивает длительность эффекта и откладывает проведение платин, содержащей химиотерапии. Другая область – ингибиторы АЛК. Здесь, наверное, в меньшей степени мы ожидаем внедрения ингибитора третьего поколения, потому что все основные преимущества более новых препаратов, они для ингибиторов АЛК были уже реализованы на фоне второго поколения. Эти препараты блокируют многие механизмы резистентности, которые показаны для ингибиторов первого поколения. Они великолепно действуют в головном мозге и позволяют контролировать заболевания в головном мозге довольно долго. И то, что мы наблюдаем в рамках у больных с транслокациями АЛК – это расширение арсенала препаратов, и что, безусловно, является важным для врачей, для онкологов, потому что, во-первых, позволяет манипулировать нежелательными явлениями, во-вторых, у нас есть возможность перехода с одного ингибитора на другой у больных, у которых по каким-то причинам наблюдается непереносимость. А мы, например, неожиданно столкнулись с непереносимостью алектиниба. Через 7 дней великолепный эффект, уменьшение в 2 раза опухоли, при этом у больного температура, повышение трансаминаза в 4 степени, кожная токсичность. Мы всяческим образом это лечили, но, к сожалению, это не получилось. Но совершенно новый подход для больных с транслокациями РОС-1. Это очень редкие опухоли. Проведение там рандомизированных исследований крайне затруднено просто из-за количества пациентов. И долгое время для этой небольшой группы опухолей единственной возможностью оставался кризотениб, который, собственно, до настоящего времени является стандартом терапии первой линии для этих пациентов. И сюда входят новые препараты, например, лоралосиниб, ингибитор третьего поколения. Определенное время назад было показано, что он работает для больных с транслокацией МИРОС-1. Но выходят новые и новые данные с большим количеством пациентов, которые говорят о том, что, возможно, этот препарат будет работать лучше, чем кризотениб. Но уже сейчас мы знаем и можем использовать ингибиторы второго и третьего поколения, ингибиторы АЛК для больных с транслокацией МИРОС-1 при прогрессировании на кризис. То есть в отношении наиболее частых активирующих мутаций совершенно разные происходят изменения. Для ИДЖФР появился новый ингибитор третьего поколения, менее токсичный, более эффективный. Но те результаты увеличения общей выживаемости, которые мы наблюдаем при его сравнении с первым поколением, они позволяют сохранить возможность использования последовательного использования этих препаратов. Для транслокации АЛК расширяется арсенал уже известных препаратов, и маловероятно, что какой-то из них будет прорывным, будет иметь выраженное отличие в эффективности относительно текущих препаратов. То есть мы будем иметь возможность выбирать между несколькими препаратами, ориентируясь на их профиль токсичности и индивидуальную неперемосимость. Для РОС-1 пациентов с редкими опухолями у нас появляется возможность, во-первых, использования новых ингибиторов в ранних линиях, во-вторых, последовательного использования этих препаратов для того, чтобы увеличить, изменить общую выживаемость. Наконец, самое, мне кажется, интересное для клинических онкологов по всему миру, это идентификация одного из уже известных драйверных молекулярных нарушений для больниц с аденокарциновами легкого, мутацией K-RAS G12C, как мишени для таргетной терапии. Это принципиальный и новый подход, потому что до этого, несмотря на многочисленные попытки и большие усилия многих групп, не было возможности блокировать K-RAS и добиваться таким образом эффекта. Конкретно для мутации G12C был синтезирован ингибитор, который снаружи блокирует АТФ-связывающий карман, и это позволяет предотвратить связывание K-RAS с гуанозин-3-фосфатом и, соответственно, предотвратить активацию нежележащих сигнальных каскадов. Этот препарат вызывал фактически стопроцентную регрессию опухолей у мышей при эксенодрафтах, но исследование было проведено и на клиническом этапе, включено 4 пациента, и у двоих наблюдались выраженные клинические регрессы. Вот это действительно новый подход и новая возможность для больных с мутациями K-RAS, и в частности G12C. Насколько быстро удастся включить этот препарат, во-первых, подтвердит ли он свою эффективность при широком исследовании, это вопрос. Во-вторых, насколько быстро удастся включить его в клиническую практику, это тоже вопрос. Но, тем не менее, заинтересованность специалиста по всему миру, она, конечно, очень выражена. У меня осталось буквально 4 минуты, и поэтому за это время мне хотелось поделиться с вами своими ощущениями в отношении той ситуации, с которой мы столкнулись. Количество мутаций, с одной стороны, более-менее постоянное, но их на самом деле сейчас довольно много для того, чтобы исследовать их всех разом с помощью мультиплексных методов. Практически всегда для того, чтобы определить все активирующие мутации, известные на настоящий момент, нам требуется проведение того или иного ограниченного, возможно, но секвенирования следующего поколения. А это, к сожалению, для России сейчас довольно дорогостоящий метод, ну уж не говоря о том, что он довольно трудоемкий. И мы, работая совместно с Евгением Наумовичем Уминитовым, активно с ним взаимодействуя, мы, конечно, постоянно задаемся этим вопросом, насколько мы готовы, насколько мы нуждаемся в том, чтобы у всех пациентов определять все активирующие мутации и таким образом находить отдельных больных, которые будут получать выгоду от нашего лечения. Это данные больших крупных исследований третьей фазы, в которых все больные, приходящие в клинику, проходили секвенирование следующего поколения, у них определялись молекулярные нарушения, и часть больных получали таргетную терапию. Посмотрите, к сожалению, доля больных, которые получали выгоду от этого секвенирования, от тех, условно, 5-6 тысяч долларов, которые тратились на этот анализ, она, к сожалению, не столь велика, насколько мы могли бы этого ожидать. И, собственно, мы наблюдали то же самое. У нас была возможность скринировать пациентов в исследовании BIFAST. Это одно из исследований иммунотерапевтического препарата, в рамках которого в качестве предиктивного маркера использовалась мутационная нагрузка, определяемая по циркулирующей опухолевой ДНК. То есть туда включались все больные, которые с неоперабельным, не мелкоклеточным раком легкого, даже третья B стадия подходила. После этого у них забиралась кровь, которая отправлялась для исследования методом Foundation One в Соединенных Штатах на основании исследований циркулирующей опухолевой ДНК. И посмотрите, что мы получили. Ну, во-первых, к сожалению, мы определили высокую мутационную нагрузку, больше 25 мутаций на мегабазу, только у 5 из 56 пациентов. То есть их, к сожалению, оказалось значительно меньше, чем мы ожидали. Но интересно другое. Посмотрите, большинство больных из тех, мы идентифицировали большое количество разных молекулярных нарушений. Там было, фактически у всех пациентов были какие-то мутации, только у одного больного не удалось выполнить этот анализ. По-видимому, у него ДНК было выявлено неподобающего качества. Но что интересно, посмотрите, реально таргетную терапию из всех больных, скринированных в это исследование, получили абсолютно незначительное количество пациентов. Потому что у части пациентов были выявлены редкие мутации GFR, которые не позволяли эффективно использовать существующие ингибиторы. И мне бы в качестве примера хотелось представить вам случай с больной с мутацией БИРАФ, потому что мы обычно в рутинном порядке не скринируем больных на наличие мутации БИРАФ. То есть мы определяем GFR, ЛК, РОС-1, ПДЛ-1 и идем по пути химиотерапии, химио-иммунотерапии или иммунотерапии, если у больной есть высокая экспрессия ПДЛ-1. Мутации БИРАФ мы обычно оставляем на второй заход, когда мы чувствуем, что эффект химиотерапии, химио-иммунотерапии недостаточно, и нам, по-видимому, придется переходить на другой вариант. Это, в общем, в основном с точки зрения рекомендации. У этой больной в рамках скрининга по циркулирующей опухолевой ДНК была определена мутация В-600Е. Она относится к относительно новым, потому что не так много у нас сейчас возможностей блокировать, не так много данных, как мы можем эффективно блокировать эту мутацию, в отличие, например, от меланомы, где таких больных значительно больше. Тем не менее, мы уже знаем, и этот вариант зарегистрирован, что мы можем использовать комбинацию из ингибитора БИРАФ и МЕД для блокирования опухолевых клеток с этими мутациями. Ну, мы начали использовать доброфениб с тормитенибом и добились определенного эффекта, опухоль уменьшилась, самочувствие улучшилось. Но, к сожалению, эффект от использования этой комбинации довольно дорогостоящий. Он не оказался настолько длительным, насколько мы ожидали. Через 6 месяцев у больной уже было прогрессирование. Впоследствии мы выявили еще двоих пациентов с такими же молекулярными нарушениями. Да, я заканчиваю с такими, последний слайд. Мы начали использование этого комбинированного подхода и точно так же через 1-4 месяца, у 2-6,5 месяцев они прогрессировали, и мы перешли на химиотерапию. К сожалению, это еще один довод в пользу того, что появление новых, большого количества новых мутаций, новых молекулярных нарушений далеко не всегда, к сожалению, приводит к реальной выгоде для пациентов, которая и продлению их жизни, что, наверное, является для них основным. И поэтому мне в заключение хотелось вернуть вас к вопросу о том, что же все-таки будет главное в следующем году. появление новых ингибиторов, новых препаратов, как, например, AMG-510 для мутации кей-раз, появление новых молекулярных нарушений, как, например, транслокация НТРК, для которого сейчас исследуются только новые препараты, или, например, появление новых препаратов для блокирования других мутаций кей-раз, или накопление опыта о том, как нам правильно, последовательно использовать эти препараты и, соответственно, появление для нас возможности их использования. Спасибо. Ну, как-то это риторический вопрос. У нас есть три с половиной минуты, пожалуйста, вопрос. Вот все теперь за последовательность, правильно? Ну, в принципе, наверное, и то, и другое нужно, я так думаю, да? 50 на 50, как вначале ответили. В принципе, сейчас выровнится.